Появилась любопытная публикация в старейшей израильской газете «Хаарец», или «Хаарец», не знаю, как правильно опять-таки ставить ударение в название этой газеты, но старейшая израильская ежедневная газета, которая опубликовала информацию о том, что Россия, оказывается, занималась масштабным проектом по обработке общественного мнения в Израиле, и что есть там некое агентство социального проектирования, базирующееся в Москве, которое занималось такими проектами, как усугубление раскола в израильском обществе, подрыв позиций Израиля на международной арене, ослабление поддержки Израилем Украины, даже создание новой политической партии, ориентированной на пророссийски настроенных русскоязычных израильтян, которая могла бы претендовать на 3-4 места к Несете, ну и так далее. Там длинный список проектов, которыми якобы занималось это агентство под названием АСП. Ну а что в этом удивительного? Видите, начиная с 90-го года началась очередная алия из бывшего Советского Союза, но вот я читал некоторые воспоминания, опубликованные в Израиле на русском языке и, по-моему, некоторых работников разведки советской. Значит, каждому выезжающему в Израиле, ну, в советское время, да, значит, нужно было получать разрешение, это вообще чудовищная история, конечно, по сложности, и по... и каждому, ну или не каждому, но многим предлагалось подписать некую бумагу, значит, обязательство о сотрудничестве с органами КГБ. Ну, многие подписывали, вероятно, получали разрешение и уезжали в Израиль. Нормальная совершенно практика, массовая, особенно когда началось массовое перемещение, там уже просто можно было заслать кого угодно. Делали, ну, я не знаю, как техника этого делала, но логика в этом есть. Значит, поэтому большинство, конечно, даже тех, кто подписал, просто выкидывали, наверное, там рассказывали местным органам Шабаку или там кому-то еще, что вот пришлось такую бумагу дать, ну, значит, ну не обращали внимания, то есть обращали внимания, но как-то относились к этому с пониманием, наверное. Так что в эмиграции, конечно, очень много засланных агентов. Еще это начиная с охранного отделения Российской империи. Они очень любили засылать свою агентуру в политическую эмиграцию и засылали. Ну, можно сказать, как минимум, столетний опыт имеется у органов ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, МГБ, КГБ, там, ФСБ. Я пропускаю другие аббревиатуры, которые уже просуществовали, да, но начиная там с знаменитой этой самой операции Трест. Ну, конечно, естественно. Вот недавно, знаете, кто выступал? Калугин, не помню, у кого он выступал. Вот он рассказывал в том числе и, значит, давал понять, что... Ему 90 лет исполнилось, значит, по этому поводу... Ты давал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону интервью? Вполне возможно, да. Я просто, ну, вот саму фигуру Калугина я-то, значит, как-то отслеживаю, хотя он давно уже не появлялся нигде. Значит, тут у него тоже была такая вот информация. Да, значит, вербовали, пытались вербовать, кто соглашался, кто, значит, потом уходил от контактов. А что касается... Да, он, как руководитель... Он сам, это он сам говорил. Я, как руководитель внешней контрразведки, моя задача была обеспечить проникновение в иммиграционную среду, в среду иммиграции. То есть и внешняя контрразведка этим занималась? Потому что я, честно говоря, всегда предполагал, что основная задача внешней контрразведки была предотвращать проникновение спецслужб противника внутрь самого КГБ. Ну, вот так Калугин говорил. Я тоже так предполагал, что это вроде бы какая-то внутренняя служба безопасности, но оказалось, что вот и это тоже. Хотя тут один бог разберет, или черт разберет, какие там были, какие там были, у кого какие обязанности были. Олег Данилович Калугин вообще персонаж, ну, такой, противоречивый, мягко говоря. То есть каждое слово его я бы не воспринимал на веру, как истину последней инстанции. Я вообще, честно говоря, с большим недоверием отношусь к появлению людей, которые, ну, бывших офицеров КГБ, которые сейчас рассказывают, оказавшись на Западе, рассказывают о том, как они лихо работали, кого они там вербовали. Мне кажется, что это самореклама. Ну, возможно, что и нет, но в значительной мере самореклама. Вполне вероятно. Я этого не могу исключать, но не помню, по-моему, кто-то из моих собеседников замечательную фразу сказал, что мы судим о спецслужбах по им провалам, а спецслужбы не так часто проваливаются. Иногда у них есть весьма успешные результаты в работе, о которых я просто не узнаю. Поэтому там два-три провала могут создать у общественности впечатление, что это какая-то беззубая организация, которая ничего не может. Ну, вот там, как эта самая знаменитая, печально знаменитая пятая служба ФСБ, которая занималась разведкой против Украины, и якобы доложила Путину, что его там ждут с цветами и хлебом-солью. Только вообще зайди на территорию Украины большим количеством войск и боевой техники, и тебе дорога просто с катертью аж до самого Киева за три дня. Но не факт, что другие подразделения ФСБ или других российских спецслужб всегда так неуспешные. Мы помним про этих самых ребят, как их звали-то, господи, Мишкина и Баширова, которые состоялись в Лондоне, как говорится, только в Буденовке не надели. Но не факт, что это единственный случай, когда им сопутствовала неудача. Может быть, были другие случаи, о которых мы даже не догадываемся. Вроде вкрывов, между прочим, которые благополучно, в кавычках, произошли на военных складах в той же самой Чехии. Не правда ли? Ну да, там они тоже вроде бы развлекались. Там не бог весть, какое это было по масштабам. Но, в общем, конечно, неприятная история, для Чехии слов нет. А вот, да, конечно, мы практически ничего не знаем о работе. Ну, кое-что знаем из воспоминаний разного рода. Там из аналитических каких-то книжек, которые появляются. Но я думаю, что это все, так сказать, вершина, верхушка айсберга. Очень много остается неизвестного. Вот единственное, что мне приходит на память, это книга Эндрю, ну, британский в Оксфорде профессор, который занимается историей российской разведки. И его две книги. Одна просто КГБ, другая написана вместе с Гордеевским. Ну, в общем, там картина достаточно такая, масштабная, я бы сказал. А по-моему, у него сейчас этим самым с Митрохиным была книга. И с Митрохиным тоже, да. Он же написал, как называется, дневники Митрохи... Нет, бумаги Митрохиным, Митрохин с пейперов. Да, была такая книга. Это вообще история, ну, я не знаю, наверное, многие из наших слушателей не знают, что это такое. Поэтому, может быть, имеет смысл рассказать. Значит, был такой... Вы имеете в виду Митрохина? Ну, да. Да, ну, это сама всеувлекательная история, да, действительно. История очень интересная. Был человек, который работал, сотрудник внешней разведки КГБ, который работал в архиве. А в архивы сбрасывают очень много интересных материалов. И он, непонятно по каким соображениям, тут трудно очень судить, но, в общем, регулярно, на протяжении многих лет копировал кое-что из того, что, значит, ему попадалось. Он архивариус был. Значит, следил за тем, чтобы вот дела, которые передавали в архив, так, чтобы они, значит, на полках стояли в надлежащем порядке. И засовывал эти бумаги в носки. Ну, свои записки. И, значит, выносил. Складывал их куда-то в чемоданчик или в чемодан, потому что за много лет накопилось довольно много. И затем в 91-м году, по-моему, сложил все это в рюкзак, отправился куда-то в Балтию, не помню, в какую страну, где шел в британское посольство. Значит, рассказал о себе, показал. Ему, конечно, сначала не поверили, ну, как всегда это бывает. Затем поверили и, значит, вывезли его в Англию. И он вместе с специалистами из уже британской разведки он приводил эти бумаги в порядок. Ну, потому что вот они лежали таким вот. Я так понимаю, он не очень их разбирал. Вот там разобрал, потом написал вместе с... Ну, то есть написал-то, конечно, Эндрю, а на основании вот этих его материалов Митрофинских, написал вот эту книгу, значит, бумаги Митрофина. Очень, я бы сказал, впечатляющая книга. Там очень много того, о чем мы не подозревали. Да, вот такой вот толщины. Я помню, эта книга была у меня когда-то, к сожалению, в связи с переездами страны в страну. К сожалению, осталась она у меня где-то по другому адресу, но книга увлекательная, действительно. И, ну, там тысяча страниц, если не больше. С подробными ссылками, со справочным аппаратом, то есть, в общем, весьма и весьма серьезная штука. Нам пора заканчивать, но осталось еще несколько вопросов, которые меня страшно волнуют, и хотелось хотя бы коротко услышать от вас комментарии. Вот, например, газета Wall Street Journal напечатала большое расследование журналистское, ну, если это можно назвать так, журналистским расследованием, ну, скажем, большая аналитическая статья, в которой они, в частности, утверждают, что на Путина оказывается сильнейшее давление, прежде всего, военными, которые добиваются нового указа о мобилизации, Путин сопротивляется, потому что он якобы хотел, чтобы мобилизации не было, исключительно контрактники, так оно пока и есть, и в основе этого вот некая путинская концепция, что война должна для большинства людей, быть чем-то далеким. Ну, вот, да, вот война идет, но в этой войне участвуют там специально обученные люди, добровольцы, контрактники, и она не затрагивает повседневных интересов жизненных обычного населения. Я думаю, что это действительно так, потому что, ну, я могу судить просто по российской пропаганде, которая действительно, особенно в телеграм-каналах, которая рассчитана на широкую публику, там проскальзывает мысль о том, ну, хорошо, да, воюют, есть потери, но кто воевает? Те, кто пошел воевать за деньги, ну, это их решение. Мы, да, государство платит большие деньги, те рискуют своей жизнью, ну, и вот, значит, сказать, что все довольно трудно, потому что люди возвращаются либо в гробах, либо без ног, без рук, но тем не менее, это вот честная сделка. Такая точка зрения в пропаганде российской имеется, и я думаю, что она отражает вот эту самую концепцию Путина, на что война не затрагивает тех, кто не хочет быть в нее в тяну. Непосредственно. Ну, кто готов за деньги пойти на фронт, ну, пожалуйста. Но, так сказать, если не готовы, ну, значит, тогда вас это не будет затрагивать. Скажите, пожалуйста, как вам выступление министра иностранных дел Польши Сикорского, который неожиданно выдвинул инициативу, как я понимаю, пока на уровне просто его заявления, что, возможно, Крым следует создать под мандат ООН? Не совсем понял. Честно говоря, не слышал об этой истории. Простите, тогда я сейчас попытаюсь процитировать точно, что именно сказал министр иностранных дел Польской Республики. Простите минуточку. это, собственно говоря, как мне кажется, важная новость. Тем более, что сейчас, скажем так, не очень простые отношения, да, между Польшей и Украиной. С одной стороны, у поляков предстоит председательство Евросоюзе. С этим надо, наверное, считаться. С другой стороны, вот очень много появилось публикаций на тему о том, что не просто прошли, скажем так, мягко говоря, не просто прошли переговоры Сикорского с президентом Зеленским, когда он приезжал в Украину, глава польского МИДа. горячие споры на повышенных тонах прошли. якобы Зеленский Польша в том, что они достаточно поддерживают Украину в ее требованиях получать большую помощь от Запада, нежели Запад оказывает ее минуту, а также по ряду других вопросов, связанных в том числе и с спорами между представителями польского гражданского общества и украинского гражданского общества, и форми историков по поводу так называемой волынской ризны. К сожалению, я... Ну, примерно понятно, о чем идет речь, если это вот эти сложности в отношениях. Они давно уже возникли, наверное, года полтора, как отношения стали сильно, ну, скажем так, осложняться. осложняться, но прежде всего первая была история и первая проблема была в том, что из Украины большим, большое количество зерна шло через Польшу в Европу, но в том числе застревало в Кулахах. Значит, поляки требовали, в том числе фермеры, требовали, чтобы зерно не продавалось в Польше и в Европе вообще, ну, потому что сбивают цены. В Украине этого, видимо, не понимали и настаивали на том, что вот зерно должно идти, а если Польша останавливает вот эти эшелоны, ну, значит, она недостаточно помогает Украине в ее борьбе с Россией. Но, опять же, это была политизация сугубо экономической проблемы. Не надо было, как я понимаю, не надо было демпинговать и продавать зерно в Европе по низким ценам, по стольку, поскольку ЕС готова была транспортировать, ну, давать возможность транзита зерна, но отвозить его куда-нибудь, ну, к традиционным потребителям зоны третьего мира. Это первое. Вторая история, ну, второй комплекс проблем связан действительно с историей. Тут очень все непросто, как в любой, любая история. И конкретно, ну, очень сложная была ситуация, связанная с украинской повстанческой армией и организацией украинских националистов, ООН, УПА, которые, которые, в общем, воевали за, одно время, значит, боролись за независимость Западной Украины от Польши, в том числе террористическими методами. И Бандера, по-моему, был один из, ну, не буду вдаваться в подробности, которых я могу ошибаться. Значит, а вот Волынская лесня, да, это очень трагический эпизод, но, опять-таки, значит, есть люди, которые, стоя с другой стороны, которые, в общем, рассматривают это как, ну, национальную проблему, что, в общем, для Польши действительно национальная проблема, потому что очень много людей погибло от рук разного рода, но, по-моему, не только УПА, но там и другие были, но не в этом дело. Значит, нужно признать, да, ну, признать, как этот самый, как Вилли Брандт признал ответственность Германии в Польше, например. Помните-то эту историю в 70-м году? Он встал на Калининской, да? Да, мы виноваты, вот была такая, значит, вот я признаю эту свою вину, ну, вину Германии. И проблема была, в общем, значительной мере, снята. Я так понимаю, что были соответствующие заявления Бориса Ельцина по некоторым вопросам, по-моему, это было связано опять же с польской проблематикой, с гибелью польских офицеров, он тоже, в общем, как-то признал вину. Я могу ошибаться, но, по-моему, были какие-то заявления на эту тему. Значит, есть проблема, есть ответственность, нужно признать эту ответственность и снять проблему, проблему, которая осложняет сейчас очень важное для Украины взаимоотношение с Польшей. Ну, и все, признайте и, так сказать, закроем это дело. Вот я нашел цитату. Министр основных дел Польши Родослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. Об этом он заявил во время выступления на форуме Ялкинская экономическая, простите, Ялкинская европейская стратегия. Это ежегодный форум, который, как вы знаете, проходит в сентябре, раньше проходил в Ялте, с тех пор, как Крым был аннексирован ялтинская европейская стратегия собирается в Киеве, но вот в этот раз там был Сикорский, который, судя по всему, предложил такую формулу для возможного будущего урегулирования отношений между Россией и Украиной по окончании войны. Я так это понимаю. Ну, значит, да, Сикорский это говорил. Кстати говоря, Эрдоган предложил, что вообще Крым нужно отдать Турции на какое-то время, потому что исторические связи между Атаманской империей и Крымским ханством. Он это неоднократно говорил, но как-то в Украине на это дело не обращали особого внимания. А тут, видимо, это все попало еще и вот в этот комплекс разногласий между Киевом и Варшавой. Ну и, естественно, по-моему, Ермак сразу же сказал, что это вообще никуда не годится. Это Крым это неотъемлемая часть Украины и вообще какие-то разговоры о том, кому он может принадлежать, они вообще ни к чему. Вот примерно так, как я понимаю, Ермак выразился. Но да, отношения между Польшей и Украиной, к сожалению, не свободны от такого рода проблем, которые имеют, как мне кажется, все-таки скорее эмоциональный характер, чем такой материально-психополитический. Ну, согласитесь, что будущее урегулирования крымского вопроса неизбежное. Рано или поздно ведь ситуация дойдет до того, что придется выяснять, а как выходить из этого тупика. Ну, как, разные есть модели, я с этим согласен, да, конечно, придется эту проблему решать, но есть прецедент, скажем, с Нагорным Карабахом, когда 30 лет шли какие-то, ну, во-первых, понятно, да, история известна, Армения, значит, отобрала эту территорию от у Азербайджана, там сложные были очень, взаимные, взаимные были. Карабах провозгласил свою независимость, которая никем, кроме Армении, не была признана. Ну, да, правда, выходцы из Карабаха управляли Арменией довольно несколько десятилетий, я бы сказал. Да, Карабахский клан, так что, ну, она, конечно, да, независимой, будем считать, что независимой, но вот Азербайджан не признавал, были попытки каких-то дипломатических решений этой проблемы, они ни к чему не приводили, ну, вот кто-то и где-то я читал или слышал, я сейчас уже не помню, историю о том, как Гейдар Алиев, кстати, на мой взгляд, очень талантливый политический деятель, обсуждал эту проблему с Робертом Кочаряном, а потом где-то кому-то сказал, ну, знаете, мы-то с Робиком давно знаем друг друга, я ее в партию принимал, вот, что, в общем, наверное, так оно и было, так что там все, но потом в конечном итоге, в конечном итоге кончилась эта история тем, что Карабах вернулся под эгиду Азербайджана, в состав Азербайджана, но, правда, после войны, так что по-разному может решаться вопрос с Крымом, но вопрос же вот в чем, значит, первая проблема, которую нужно решать, это вопрос прекращения огня и начале каких-то переговоров, но ни та, ни другая сторона к этому не готовы, тут ничего с этим не сделаешь, по разным причинам, видимо, рассчитывают, и та, и другая сторона рассчитывает на то, что противник выдохнется раньше, чем я, ну и соответственно, тогда мы будем диктовать условия урегулирования, ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Много есть и других событий, кстати, армянские спецслужбы заговорили о том, что якобы российские спецслужбы готовили там военный переворот, опять Лукашенко у нас стал говорить какие-то, произносить какие-то миролюбивые, миротворческие глубины речи, и чуть ли не обещают начать опять жить в мире и согласии, и дружить с Украиной, в общем, много тем, которые мы сегодня не успели обсудить, но, как говорится, всего сделать невозможно. Спасибо. Спасибо.